Медицинское чудо Медицинское чудо Медицинское чудо Все началось в 1991 году, когда наша героиня перенесла гинекологическую операцию. Для восстановления женщине пришлось длительное время сидеть на стероидных препаратах. В 2009 году Закия Хабибулина вышла на пенсию. С этого времени она стала замечать, что с каждым годом живот начал увеличиваться в размерах, пока в конце концов из безобидной складки не превратился в непосильную ношу, угрожающую ее жизнью. Где-то лет 5, наверное, тут у меня живот рос, 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 рос. В 2017 году я обращалась в больницу в Ульяновске, но мне там очередь была, там сказали, в пластическую идите. Потом я дома сидела. Жить-то самой хотелось. Жить ради детей, ради внуков жить-то хочется. А что делать? Я уже еле ходила, с палочки ходила, по лестнице уже еле спускалась, еле поднималась. У нас-то баня во дворе, по лестнице, когда я поднимаюсь, мне под ногу ставят уже кирпич. Одну ногу поднимаю, другую уже поднять не могу. Кирпич ставят, толкают, тянут. Вот так уже я в баню ходила. На улицу уже год вообще не выходила. Я, конечно, когда дома одна оставалась, я сижу, плачу, вот все, думаю, что делать, как быть, куда идти. Я им уж не показывала, что плачу. Они у меня ругают, не плачь, и все, иди, говори, в больницу, давай отвезем, давай поедем. Но думала, нету такого ульяновска, я дома спрошу, не доберешься. Уникальную операцию провели врачи 6-й хирургии Центра специализированных видов медицинской помощи Ульяновской области. Среди них был 35-летний хирург Михаил Гафиулов. Михаил, ну скажите, почему взялись за эту операцию, можно сказать, безвыходную? Ну, данный случай, потому что был уникальным. Нам от чистого сердца хотелось помочь данной пациентке вернуться в жизни. Тем более мы были воодушевлены недавним обучением в городе Москве по данному поводу. Здесь или все за и против, перешились на эту операцию. Это огромный фартук, который весил более 60 кг, свисал ниже колен, не давал человеку спокойно передвигаться, двигаться. Даже лежать на спине это она не могла. Все это давило, все это болело, все это прело, все это пахло, все это инфицировалось. Не жизнь, а испытание. Она обращалась во все медицинские учреждения и в области, и в районе, где она живет. Все говорили, что операция неординарная, ни разу не делали. Риск осложнений и риск смерти превышает риск в результатах положительного. И никто за это не брался. Это первый раз в нашей практике. Начнем с того, что взялись за операцию мы как бы спонтанно и предупредили и пациентку, и сами вообще, в принципе, рассчитывали на неблагоприятный исход. Потому что общались перед операцией с врачами Москвы, с профессором, у которого проходило обучение. Она говорила, лучше не брать. 1% что она выживет, 99% что она умрет. Либо на операционном столе, либо в ближайшем послеоперационном периоде. Закия и ее близкие родственники знали, на какой риск идут. Подписали все необходимые бумаги. Терять было нечего. Жительница Ульяновской области легла под нож 25 августа. Фартук удаляли 3,5 часа. После чего женщина все же открыла глаза. Ну, открыла я глаза, смотрю я в реанимации. Я уже поняла, что я время это в реанимации. Ну, а что, нормально, ощущения смотрю. У меня тут ничего нету, пощупала, ничего нету. Что, и полежала, две ночи там переночевала. И в понедельник меня уже, это, спустили вот сюда, в палату. И в палате, в общую палату, там несколько дней сестра. Сестра мне помогала, потом уж сама начала ходить. И в столовую, и в туалет, и осталась одна. И пролежала. Михаил Ринатович мне каждый день сам перевязки делал. Ну, каждый день, ни одного дня, чтобы не было, чтобы его не было. После операционный период, признают все, был не из легких и длился 42 дня. Сейчас наша героиня приезжает на консультацию в больницу раз в неделю. Пока это вынужденная мера. Но, как признается женщина, приезжает она уже совсем другим человеком. Для нее началась новая жизнь. По случайности или нет, но успешная операция стала для пациентки настоящим подарком. Спустя неделю после рокового события. Закие исполнилось 55 лет, а в конце сентября она встретила еще одну годовщину. 35 лет совместной жизни с мужем.